Родился в селе Ксанкинове. Читал он очень много всего. И жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он ляг уснул. Но он на это не обращал внимания, он опять зажигал и читал. Да читается до такой степени, рассвинется и не спам, что поедет учиться опять. Это такое его было, жадность к учению и знать все, как я он. Он читал очень много. Я не знаю, как сказать сколько, а начитан очень много. Учился в своей школе в сельской, в четыре класса. Получил похвальный лист. И, значит, после учебы отправили мы его в семилетку, который не всякий мог туда попасть. В семилетку в это время было только доступно господским детям и поповым. А крестьянским нельзя было. Но так, что по его занятию он учился хорошо. Он там проучился три года. В семилетке. И писал. Стихи писал уже. Да. Когда закончил семилетку, приехал домой. Отец его отозвал в Москву к себе. Да. Он поехал, не ослухался к отцу. 16 лет ему было. Значит, он поставил в контору к своему хозяину. Ему не понравилось сразу. Как это? Хозяйка такая строгая была, нападала. Все на служащих. Он заявляет отцу папа, я к вам у хозяина служить больше не буду. Почему? Да нельзя. Потому что хозяйки бьют при слуху. Ну, делал твое, как хочешь. Я хочу сам над собой хозяином быть. Отец, ну, делай, что хочешь. Отправился к Сыкину. Известный был человек Сыкин. Пришел к нему туда. Сыкин его принял охотно. Остался у него работать корректором. И писал. Значит, он писал. И Сыкин об нем понял, что он такой человек доступный. И Сыкин с ним вместе писал. Да. И вот, понесут они издавать свою работу. У Сергея принимают, а у Сыкина нету старика. Он напишет, почитает и скажет, мама, послушай, как я написал. А мы понятия не имели. Что это за поэзия такое? Ну, написал и кладет. И собирал все в папку. Собирал, собирал все. А ведь я занята крестьянскими делами была. А он, знаете, головой, у него работала голова. Именно о том, чтобы читать и читать. Могушка, часто дядя Сережа приезжал в деревню? Каждое лето. Ну, приедет. Мы радостно встречали. Подарки нам привезет. Оттуда вы за границей. Как было хорошо, весело. И садеби всех угостить венцом. Стариков соберет угостить. Все было хорошо. Ну, тогда еще убирали барские луга. С отцом ходили косить на лугах. И так у него все лето проходило с гостями. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посудит, угостит ее. Послушай, что она будет говорить за прошлое время. Ему было интересно. В прошлое время. Кровать не называли кроватью, а коник. Как это коник понять? На чем спать? На конике. Ему это было интересно знать. Везде он все-таки прослышал и стариков, и старух. Везде узнал, кто как живет, кто как понимает. Приезжал в деревню к знаменитым поэтам и читал стихи крестьянам. Субтитры создавал DimaTorzok